Глубоко уважаемые коллеги, тема сегодняшней лекции – заболевания гепатобилиарной системы у беременных. С вами я, доцент кафедры акушерства и гинекологии факультета последипломного образования Самаркандского медицинского института Агабабян Лариса Рубенов. Клинические варианты заболеваний гепатобилиарной системы у беременных представлены следующими нозологическими единицами – острый жировой гепатоз, вирусные гепатиты, цирроз печени, хелп-синдром, холецистит, желчекаменная болезнь и внутрепеченочный холестаз беременных. При этом у нас есть еще такие формы поражения печени, которые непосредственно связаны с беременностью. Например, такая патология, как чрезмерная рвота беременных, конечно, оказывает влияние на состояние печени. Однако при эффективном, своевременном, правильном консервативном лечении беременность чаще всего пролонгируется. Внутрепеченочный холестаз – то же самое при правильном консервативном лечении беременность пролонгируется. Острый жировой гепатоз – это специфическое заболевание, возникающее только у беременных женщин. Здесь лечения нет и требуется немедленное родоразрешение, так же, как и при эквамсии и хелп-синдром. При хелп-синдроме тоже специфического лечения нет и требуется немедленное родоразрешение. Мы рассмотрим все эти нозологические единицы в отдельности. Итак, острый жировой гепатоз. Острый жировой гепатоз – это жизнеугрожающее для матери и плода осложнение, которое возникает во второй половине беременности, чаще в третьем триместре, иногда в послеродовом периоде, и характеризуется стеатозом гепатоцитов вследствие нарушения метаболизма жирных кислот. Это приводит к острой печеночной недостаточности. Встречается не так уж часто один случай на 10-15 тысяч беременностей. Его частота составляет меньше 0,01%. Острый жировой гепатоз – это очень тяжелое самостоятельное поражение печени, к сожалению, малоизученное, которое проявляется жировым перерождением гепатоцитов. Матевинская смертность при этом осложнении в настоящее время достаточно высокая, перинатальная смертность достигает почти 60%. Предрасполагающими факторами для развития острого жирового гепатоза являются вирусные инфекции, интоксикации, преэклампсия, первая беременность, беременность с плодом мужского пола и многоплотная беременность. Первое упоминание о остром жировом гепатозе беременность принадлежит в 1857 году. И только в 1934 году было дано первое описание заболевания как острая желтая атрофия печени. С 1940 года это состояние описано как нозологическая форма синдром Шихана. В международной 10 классификации болезней у нее есть свой код, под которым значится как желтая атрофия или дистрофия печени жировая, синдром Шихана, острая жировая гепатоза беременных или острая жировая дистрофия печени беременных. Клиническое значение этого заболевания заключается в том, что это особо агрессивная форма заболевания печень у беременных, которая требует немедленного терапевтического и акушерского вмешательства. Запоздалая диагностика, неправильная тактика ведения может привести к гибели и матери, и плода. Острый жировой гепатоз представляет собой такую патологию клеток печени, при которой происходит скопление жира. Нормальное содержание жира в печени не превышает 5%, а при остром жировом гепатозе увеличивается почти до 20%. Основная причина – это генетический митохондриальный дефект окисления жирных кислот. Развивается острый жировой гепатоз чаще у молодых первородящих женщин. При биопсии определяется массивное диффузное ожирение печени без некроза гепатоцитов и воспалительной инфильтрации. Клинически проявляются тяжелой печеночно-клеточной недостаточностью, геморрагическим синдромом диссиминированного внутрисосудистого свертывания крови и поражением почек. Наиболее характерный и самый ранний симптом острого жирового гепатоза – это неукротимая изжога. Клиника острой респираторной инфекции. Далее присоединяется рвота кофейной лущей, боли в правом подреберии, симптомы энцефалопатии, нарастающая дыхательность, сердечная недостаточность, олигоурея и ДВС-синдром. Симптомы острого жирового гепатоза на раннем дожелтушном этапе – они не специфичны. Это слабость, астения, кожный зуд, боль в эпигастре или правом подреберье, периодические тошноты и рвота. Эти неспецифические симптомы значительно затрудняют своевременную диагностику, и пациентки с подобными клиническими проявлениями требуют дополнительного исследования функции печени. Симптомы при эклампсии, артериальной гипертензии и протеинурии встречаются часто, но это необязательный симптом острого жирового гепатоза. Пределы в 50% случаев могут быть положительными. По мере прогрессирования заболевания манифестируют печеночная недостаточность, желтуха, гипогликемия, энцефалопатия и коагулопатия. Гепатомигалия для острого жирового гепатоза беременных не характерна. Практически всегда при остром жировом гепатозе наблюдается тяжелая коагулопатия, поэтому международное нормализованное отношение – обязательный анализ, который нужно сделать всем женщинам с подозрением на эту патологию. Может развиваться гепатериальный синдром или несахарный диабет. В числе возможных осложнений острого жирового гепатоза – это асцит, гидроторакс, острый панкреатит, дыхательная почечная недостаточность, инфекции, влагалищные кровотечения или кровотечения из ран при кесаревом сечении. Основным диагностическим критерием острого жирового гепатоза на сегодняшний день считается критерий Слонси. Это чувствительность его составляет 100%, специфическая инфекция – 57% с положительной или отрицательной прогностической ценностью. Какие это симптомы? Это тошнота, рвота, боль в животе, полидепсия и полиурея, энцефалопатия, гипербилирубин имия – более 14 микромоль в литре, аминотрансферазы повышаются в 3-10 раз, гипогликемия – лейкоцитоз очень высокий – 20-30 тысяч, мочевая кислота повышается, аммиак повышается, асцит, пониженная их оплотность печени при УЗИ, почечная недостаточность, нарастают азотистые шлаки, коагулопатия, протрамбиновое время более 14 секунд и более 20% от нормы, и микровизикулярный стеатоз печени. 6 и более из перечисленных выше признаков в отсутствии иной патологии позволяет достоверно поставить диагноз «острый жировой гипотоз беременных». На этом слайде вам представлен алгоритм диагностики острого жирового гипотоза. Первое. При любом нарушении функции печени подозревать острый жировой гипотоз. Диагноз основывается на комплексе клинических и лабораторных данных, о которых мы уже сказали выше. При УЗИ, повторяю, мы обнаруживаем диффузное повышение эхогенности печени. Требуется динамичное почасовое наблюдение за изменением биохимических показателей, гемостаза и общего состояния пациентки. Акушерская тактика – это немедленное родоразрешение при установлении диагноза. Но родоразрешение следует проводить после интенсивной предоперационной подготовки – плазмаферез, плазма-трансфузия. Родоразрешение – абдоминальное. Терапия без прерывания беременности неэффективна. В послеоперационном периоде – профилактика кровотечения, гнойно-септических осложнений, гепатопротекторная терапия. Для улучшения эффективности лечения назначают другие печеночные препараты – глюкокортикоиды, витамины, фолиевая кислота, инфузионная терапия – это риосорбилат и тевартик. Дифференциальная диагностика острого жирового гепатоза проводится с острой хирургической патологией брюшной полости, поэтому обязательно консультация хирурга. Желательно для таких больных иметь возможность расширения диагностической программы более современными методами исследования, к которым мы относим КТ, МРТ, эндоскопии. Клинико-лабораторное обследование должно включать обязательно УЗИ печени и протоков, МРТ, КТ, билирубин его фракции, общий белок его фракции, параметры гемостаза, сахар крови и азотистые шлаки в плазме. Прогноз при остром жировом гепатозе. Надо сказать, что если не произведено родоразрешение, то случаи выздоровления не описаны. В большинстве случаев улучшение функции печени наступает в течение 48-72 часов после рода. Если раньше смертность составляла до 70%, то в настоящее время при своевременном правильном лечении и самое главное своевременном родоразрешении в пределах 18%. Для плода 75% преждевременные роды и перинатальная смертность около 23%. Следующая нозологическая единица – это вирусные гепатиты. Здесь проблема обстоит проще. Если женщина прошла, получила вакцинацию до беременности, то проблем не будет. Если вакцинация не произведена, при контакте с вирусоносителем она должна знать, что необходимо получить иммуноглобулин против гепатита B в течение первых 12 часов. Мы знаем, что на сегодняшний день наиболее опасными считаются не только гепатиты B, но еще C и U. Отягощающий влияет на течение вирусного гепатита – это развитие родовой деятельности, это прерывание беременности и оперативные вмешательства с целью прерывания беременности. Гепатит B и беременность всегда имеют какие-то осложнения. Рвота беременных у 35% женщин, преэкломсия более чем у 20%, преждевременные роды почти у 40% женщин, угрозы невынашивания больше, чем у половины, кровотечение 12%, достаточно высокая перинатальная смертность. И поэтому мы должны помнить, что вакцинация беременных женщин проводится без отрицательных последствий для матери и для плода. В отношении хронического гепатита и цирроза печени по нашим стандартам цирроз печени является абсолютным противопоказанием беременности. В отношении хронического гепатита прогноз зависит от течения заболевания до беременности, от степени нарушений метаболических и наличия варикозного расширения вен пищевода. Все беременные подлежат обязательному обследованию на HBS-антиген. До беременности терапия противовирусными препаратами. При стойкой ремиссии беременные с хроническим гепатитом в лекарственной терапии не нуждаются. Холецистит. Частота холецистоктомии при беременности составляет один случай из тысячи. При этом от 3 до 11% беременных женщин имеют бессимптомное течение желчекаменной болезни. Хронический гепатит всегда осложняет течение беременности. Как только дно матки после 24 недель поднимает органы брюшной полости, печень и желчный пузырь вверх, то тут же присоединяется болевой синдром. И, конечно, этот болевой синдром ликвидировать без того, чтобы родоразрешить женщину, будет невозможно. То есть мы должны женщину родоразрешить, а потом передать ее в руки хирургов, и они будут решать, какой метод лечения дальше ей лучше применить. Хелп-синдром. Хелп-синдром, так же, как и острый жировой гепатоз, это заболевание связано непосредственно с беременностью. Аббревиатура Хелп исходит из основных симптомов этого заболевания. Гемолизм, повышение печеночных ферментов и снижение количества тромбоцитов. Впервые Хелп-синдром был описан в 1982 году в Анштейнах. В некоторых странах он рассматривается как самостоятельное поражение печени при беременности. В Узбекистане Хелп-синдром рассматривается как осложнение тяжелой преэквампсии и эквампсии. Развивается в 10-20% случаев преэквампсии и является потенциально смертельным осложнением беременности, родов и послеродового периода. Смерть наступает от колголопатического кровотечения, от некроза и разрыва печени или внутримозговой гематомы. Хотя Хелп-синдром осложняет до 20% случаев преэквампсии, он может встречаться и у беременных с нормальным артериальным давлением. Хелп-синдром рецидивирует приблизительно в 5% случаев. По международной 10 классификации болезни имеет свой код. Частота 1,6 случаев на 1000 беременных, то есть около 0,1%, столько же, сколько в принципе мы имеем их в Амси. В зависимости от набора признаков выделяют полный Хелп-синдром и парциальные его формы. При отсутствии гемолитической аномии развившийся симптомокомплекс можно назвать как Элп-синдром, а при отсутствии или незначительной выраженности тромбоцитопении – Хелп-синдром. Частота возникновения Хелп-синдрома, по данным различных авторов, варьирует от 0,2% до 53%, то есть это зависит от возможностей диагностических. Материнская смертность тоже составляет от 1 до 75%, и это зависит от лечебных возможностей. Перинатальная смертность очень высокая. И в отличие от острого жирового гепатоза, чаще встречается у много рожавших женщин. Хелп-синдром, по данным литературы, чаще развивается у белых женщин и у много рожавших, как мы уже сказали. Приблизительно 90% случаев до появления клиники и лабораторных изменений наблюдается недоборогание на протяжении нескольких дней. В 65% случаев боль в правом верхнем квадрате живота или эпигастрии. У половины пациенток тошнота и рвота. У 30% женщин головная боль. Иногда кровотечение и желтуха. В значительном числе случаев синдрома Хелп беременные могут не предъявлять никаких жалоб. 80% пациентов отмечают повышение артериального давления, но в то же время надо помнить, что у 20% женщин гипертензия отсутствует. В 30% случаев наблюдается легкая гипертензия. Часто обнаруживается протеинурия почти у всех женщин. В 70% случаев Хелп синдром развивается до родов и только в 30% после родов. При жалобах беременных женщин на боль в животе и радиирующую в область плечевого сустава, при низком артериальном давлении и веском его снижении необходимо срочно выполнить УЗИ для того, чтобы не пропустить потенциально смертельное осложнение, кровоизлияние под капсулу печени, ее разрыв, инфаркт, которые могут возникнуть в 45% случаев синдрома Хелп. В установлении диагноза Хелп синдром показана немедленная интубация трахеи и родоразрешение. Если вагинальные роды не ожидаются в течение 12 часов, показано родоразрешение путем операции кесарево сечения независимо от срока гистации. При кровопотере более 1 литра объем операции должен быть расширен до экстерпации матки, а при необходимости до перевязки внутренней подбушной артерии. Анестезия общая. Внутрипеченочный холестаз беременных. По-другому мы его иногда называем драматоз беременных, гепатоз беременных, зуд беременных. В 10-й международной классификации болезни обозначен как доброкачественное заболевание печени, связанное с беременностью. Частота до 24%. В Европе каждая пятая беременная, в Узбекистане около 1,5%. Итеология точно не установлена. В патогенезе значительная роль принадлежит чрезмерному поступлению элементов желчи в кровь, снижению количества секретируемой желчи в кишечнике и токсическое воздействие компонентов желчи на организм. Клиническое значение внутрепеченочного холестаза беременных – это то, что это очень часто распространенное и связанное с беременностью поражение печени. Это обратимая форма холестаза, для которой характерный зуд, повышение уровня желчных кислот в сыворотке натощак или после еды, спонтанно разрешается в первые 6 недель после родов, но часто рецидивирует при последующих беременностях. Обычные симптомы внутрепеченочного холестаза возникают в третьем триместре беременности. Заболевание чаще наблюдается при многоплодной беременности и у женщины, которые раньше лечились по поводу бесплодия. У перенесших внутрепеченочный холестаз беременностью женщин повышен риск заболеваний гепатобилиарной системы на протяжении последующей жизни. Это желчекаменная болезнь и онкозаболевание. Золотой стандарт лечения внутрепеченочного холестаза беременных – это урсодеоксихолевая кислота. Основной симптом – генерализованный кожный зуд. Почему развивается этот зуд? Мы знаем, что желчные кислоты образуются в печени с холестерина. При этом они делятся на первичные, вторичные и третичные. И только третичные желчные кислоты, которые составляют всего 0,1-5% от общего пола желчных кислот, нетоксичные. А все остальные предыдущие первичные и вторичные – это токсичные. Урсодеоксихолевая кислота – это единственная нетоксичная желчная кислота. И при приеме ее в течение двух недель мы имеем то, что урсодеоксихолевая кислота становится доминирующим компонентом желчи. То есть если у нас были токсические желчные кислоты составляли 95%, они падают до 40%, а нетоксические 5% повышаются до 60%. В соответствии с нашим новым сборником клинических протоколов по акушерству, изданным в 2019 году, по уровню доказательств достаточно высокому, первому-второму, действия урсодеоксихолевой кислоты при внутрепеченочном холестазе – это в первую очередь мембараностабилизирующие, это уменьшение фиброза, это снижение высвобождения цитофрома и предупреждение апоптозы. Урсодеоксихолевая кислота снижает уровень желчных кислот АЛТ в крови и улучшает прогноз для плода при внутрепеченочном холестазе. Обратите внимание, почти в 3 раза уменьшаются преждевременные роды, в 5 раз интернатальный дистресс плода, в 3 больше, чем в 3 раза пассаж меконии и почти в 10 раз уменьшается количество новорожденных родившихся в асфиксии. Вот эти расчесы на ногах, наверное, видел каждый гинеколог в своей жизни не один раз. И обратите внимание, вот здесь провели исследование за 11 женщинами с внутрепеченочным холестазом, которые в течение 4 недель получили урсодеоксихолевую кислоту при холестазе беременных. Состояние значительно улучшилось. Таким образом, основные принципы терапии заболеваний гепатопиллярной системы у беременных. В первую очередь оградить всех беременных женщин от гепатотоксических веществ, в том числе и лекарственных. Госпитализация для уточнения диагноза и решения вопроса о целесообразности продолжения беременности, а также о тех мероприятиях, которые можно провести этой пациентке в течение всей беременности. Симптоматическая терапия и лечебное питание. Если все-таки в родовспомогательном учреждении развилась печеночная кома в результате тяжелого заболевания печени, мы должны понимать, что такая пациентка должна находиться в отделении реанимации многопрофильного стационара. При подготовке к родоразрешению особое внимание следует обратить на состояние системы гемостаза. Если планируется абдоминальное родоразрешение, то прежде чем производить операцию по удалению матки, сначала перевяжите внутреннюю воздушную артерию. Интенсивная терапия основана на постсиндромном подходе и направлена на коррекцию развивающихся осложнений острой печеночной недостаточности. При развитии комы акушерогинекологи должны помнить, что основной принцип терапии – это мониторинг внутри чередного давления. Подводя итог сказанному, надо отметить, что своевременное комплексное лечение заболеваний печени у беременных с помощью современных препаратов помогут предотвратить развитие тяжелых осложнений со стороны органов геопатобилиарной системы и сохранить нормальную функцию одного из важных жизненных органов. А своевременное и правильное родоразрешение при таких осложнениях, как острый жировой гепатоз и хеллокин, позволит сохранить жизнь матери. На этом слайде вам представлены контрольные вопросы для подготовки к практическому занятию. Спасибо за внимание.